Всем доброе утро! Собираюсь на работу. Сонно и ужасно. Еле-еле встало. И то, если бы не солнышко, которое слепит, вообще, наверное, было бы тяжело вставать. Вот на улице непонятная похода. Градусник на солнечную сторону получается. Даже не поймешь, сколько там градусов. Вот. Так что я пошла одеваться, собираться и пойду на работу. Вышла на улицу. Чуть не убилась. Как будто потыкнулась ужасно. Дорога здесь, где машины стоят. Здесь раньше была детская площадка. Сейчас здесь все ставят свои машины. Машины сегодня прям вообще ужас. Выходной день. Если раньше в выходной день выходишь утром, хоть какая-то машина была заведена, кто-то куда-то собирался ехать. Сегодня вообще ни одна машина не заведена. Кому-то скорая приехала. Вот. Солнце слепит. Птички поют. Очень тепло на улице, кстати. Смотрите, какая красота. Почки распустились. Уже листики зелененькие. Прям вообще. Весна-весна-весна-весна. Да, еще если бы телефон нормально фокусировал. Вообще красота. Смотрю, почки набухли кругом. Вот. Вышла чуть-чуть пораньше на работу. Но я сюда выхожу позже. А это... Мне вчера звонила начальница, сказала, что у меня есть запись. Поэтому, думаю, выйду пораньше. Хоть, может, успею чай поставить, кофе себе сделать. Я вообще котят. Сейчас очень редко вижу. Почему-то. Ну, сейчас насыплю корм. Ну, вот там посмотрим. Там и собаки, и птицы все клюют, называется. Вот. Опа. Привет. Рыжик, где твои братья? Что ты не хочешь есть? Я же давай. Кушай. О, привет. И ты вышел? Иди кушай. Сумки вон поразбрасывала у себя. Корм выпала. Ладно. Умывается, умывается. Прям умывается. Чистюли такие, да? Кейси. Ладно. Насыпала корма. Поехала дальше на работу. Я пошла на работу. Сразу на входе уважаемые клиенты. И будет работать с 30 марта по 3 апреля. Инструкцию вчера начальница провела и налила нам жидкость для обработки рук клиентов. Сейчас в интернете кругом есть инструкция. Инструкция как работать с салоном, кто не запрывается. Поэтому нам тоже вот видимо прочитала она и пооставляла все эти растворы. Где-то там тоже стоит свежий раствор для обработки поверхности. Вот. Сейчас чайница кипит. Буду пить кофе. Пока у меня есть еще 5 минут. Так же работать в перчатках. Это реально безумно неудобно. Не знаю. Сейчас я и в маске не могу вообще дышать. А тут вообще по полной. Я красотка. Право вообще пипец. Честно вообще невозможно работать в маске. У меня очки начинают потеть. У меня ничего не вижу. А вот так вот ходить нельзя тоже. Если проверка зайдет, получу и хорошо. Короче, буду сегодня мучиться. Первую клиентку обслужила. Потом позвонили. Еще должны были быть записи. Позвонила клиентка другая. Сказала, перепишите меня пожалуйста на какой-нибудь другой день. Сегодня типа не получается. Пока графика нет. Мы работаем только сегодня и завтра. А дальше уже пусть звонят 4-го числа. Там уже мы выйдем когда. Кто выйдет непонятно. В перчатках встречать тоже нереально. Не знаю. Все перерезаны. Короче, вытаскиваем все перчатки, которые есть у начальницы. Потому что не будешь встречать каждого человека одними и теми же перчатками. А вот эти перчатки, если обработать раствором каким-нибудь, то все. Они сразу стираются. Даже маникюрщица говорит, что обезжириватель их разъедает. И тем более не мой размерчик, можно сказать. Очень неудобно. Короче, этот дурдом полнейший. Люди как с цепи сорвались. И я не понимаю. Сделали выходной. Ну блин, ну закройтесь в этой квартире. Уедите вы на дачу. Ну нафига вы претесь в парикмахерскую. Я понимаю, да, что я могу заработать за эти дни. Что как бы люди идут. Ну блин. У меня сейчас за... Сколько сейчас? Два часа дня. У меня за четыре часа, за пять часов работы прошло намного больше людей, чем у меня бывают в обычные дни. Это просто пух. Я не знаю. Все сразу решили намести красоту. Особенно, когда узнают, что у нас будет выходной. Так вообще. Да, как хорошо, что я пришел. Ой, я успела. Я не понимаю. Короче. Ужас. У меня уже нет ни слов, ни сил. И вообще, вот лежит эта маска. Мне даже ее надевать не хочется. Перчаток уже сколько перевела, потому что неудобно стричь. Постоянно закусываешь. Боже. Это просто. Ищела-то там мужские стрижки, но женские. Это просто безумие. Просто безумие такое. Поэтому пришлось стричь женскую стрижку. Одна постоянная клиентка пришла. И пришлось ее стричь без перчаток. Потому что вообще неудобно. В общем, нас отпустили немножко пораньше. Семь часов. Вот мы вообще до восьми. До полвосьмого. Сейчас собираюсь как раз. Вообще. Такой потоп прошел. Большой. Даже не ожидала. Думала, будет поменьше людей. Сейчас жду мужа. Не знаю, поедем в магазин, не поедем в магазин. Вот. Так, короче, и проверим, что там на улице. По магазинам. Потому что на улице людей сейчас как-то не слишком много. Вот. В днем как-то еще ходили. А сейчас в основном машины, машины, машины. Вот. И завтра еще денек отработать. И тоже буду отдыхать. Со всеми на карантине. Вот. Вот такие вот у меня сегодня новости. Ничего интересного. Все рабочее. На улице погода вообще. Огонь. Очень тепло. Очень. Безумно тепло. Там где-то месяц вон. Вон. За деревом спрятался. Такой красивый закат сегодня был вообще. Вот. И я иду домой. Что мы уже вернули. Субтитры сделал DimaTorzok. За деревом. selling weighted actual. Да stories бегло. ığını савиления. Для других июня. Мы, как элементов вы вернулись. Д pulling машины. С structure раз, дорогие фед construction. Для других июня. Немного. Для других, зимой игры. Делома Hodка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня как-то еще и бодрячком Но у меня очень сильно болели сегодня ноги У меня болела спина И, наверное, из-за того, что я просидела Пролежала, можно сказать, все шесть дней дома до этого И мне очень трудно было сегодня Тоже как бы полдня работать Потому что было много людей Честно, я не знаю Просто все решили постыщься перед карантином А сейчас я покажу свои покупочки И скажу, что я буду из этого делать Дощечка бамбуковая Решили купить А то уже стыдно даже на камеру показывать Какая у меня страшная дощечка Ну, главное, на сковороду не стыдно За дощечку стыдно Представляете, какая Вообще Купили мы напиток манго Кто-нибудь пил такой? Я вот первый раз Вообще увидела, что такие есть Вот Как всегда, телефон плохо фокусирует Вот С чиминами чия Йогурт с чия я уже ела Прикольненький такой А это вот Короче, напиток Встряхнуть перед Встряхнуть, пить охлажденным Прикольно Вот Потом попробуем Хранить не более двух соток Потом попробуем Скажу Как он Вот Вот такая вот Штучка Интересная Так Что мы еще купили? Что мы еще купили? А мы купили соленые огурцы Корнишончики Нет Это не потому, что у нас потянуло на солененькое Потому что это для дела Огурчики, которые консервировала мне бабушка летом Они уже закончились Они были очень вкусные Но Увы Теперь мне придется повторить Как она делала Не знаю Получится или нет Буду летом мучиться Лук Красный лук Вот 31 рубль 119 рублей килограмм Вообще Дурдо За красный лук Так Что у меня еще? Свекла Я нашла свеклу Именно в ленте я нашла свеклу Больше ее нигде не было Вот Будет у меня борщичек Наконец-то Уже Надоел суп Хотя я только мы и не ем супы Так Когда приготовила пару раз и все А так будет борщик Блин А что? Эй Оставайся Капуста Искали Выбирали Самую красивую Чтобы она была не такая большая Но вот в итоге Выбрали называется Букет Зеленый букет Жалко, что он Не пахнет цветами А зеленью не знаю Ну зеленью чуть-чуть пахнет Разве что Ну вот Букет Не знаю Догадывайтесь Что я буду делать Или нет Так А что еще? Сыр Чеддер Маленький кусочек сыра Да Тоже для дела Минералка Как всегда И кстати Минералка В магните дешевле Чем В этом В ленте И И И И И У меня Говядина Кусочек говядины Купили И Это у меня Можно сказать Продукты Для дела Это я сейчас Буду раскладывать В холодильник Не знаю Конечно Заморозить мясо Или Положить просто В холодильник Потому что Еще не решила Точно Когда буду делать Их Вот Короче Сейчас подумаю Решу И сейчас Пойду готовить Ужин У меня еще гора Посуды Представляете Стоится Надо ее перемыть И нужно что-нибудь Приготовить Покушать Вот Потому что Дома вообще Ничего нет Мы сейчас ели До этого Была шаурма А вчера Мы были Мудрызи Нас покормили И все Мы сыты Так что Я пошла Заниматься делами И в общем Всем всего хорошего Не болейте Берегите себя Не выходите Из дома Завтра сегодня Уже 100% Карантин По России Ну Карантин Уже даже Предупреждения В инстаграме Постоянные Чтоб не выходили В Москве Особенно Так что Всем Пока-пока И носите Маски Мало ли Я сегодня Кстати была В маске И вчера тоже И по магазину Тоже в маске И в Ленте Я тоже была В маске И в Ленте Очень много Людей в маске И на улице Люди уже Начинают ходить В масках Мало ли Надо беречь себя Все Всем Пока-пока До скорого